МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА В течение уже года и одного месяца войны не способна объединиться и погрязла в бесконечных спорах и дебатах. Каково вообще будущее российской оппозиции и откуда она придет? Из эмиграции или изнутри России? Говорим в нашем сегодняшнем эфире и в сюжете Антона Сергеенко. 24 марта в Риге стартует уже четвертая антивоенная конференция Форума Свободной России. Одной из задач платформы является объединение всех оппозиционных путинскому режиму сил. Сама оппозиция разделена, по сути, на две группы. Одни видят прекрасную Россию будущего, занимаются юридической и финансовой помощью активистам и противникам Путина внутри России. Другие считают, что чем хуже в стране, тем лучше для скорейшего завершения путинского режима. Самые радикальные выступают за полную изоляцию страны и ее граждан. А кто-то уже и вовсе разделил Россию на отдельные государства и регионы и самоназначил себя в новое правительство. Вероятность появления новой оппозиционной силы внутри страны крайне мала. В России запрещены митинги и протесты, заблокированы неугодные сайты и СМИ. А любая политическая активность, которая идет в разрез курса путинской власти, жестко пресекается. В эмиграции же политический кризис между противниками режима не дает российским оппозиционерам сформировать четкий план действий и договориться, как противостоять Путину. Способна ли российская оппозиция объединиться для достижения цели? И какие у нее перспективы в эмиграции? К нам присоединяется по Зуму Кирилл Рогов, политолог, основатель и руководитель проекта «Ри-Раша». Кирилл, добрый день. Добрый день. Я хочу начать с вашего недавнего поста в Фейсбуке, где вы передаете разговор со своей коллегой, как я понимаю, европейской, которая задает сакраментальный вопрос. Я думаю, всем из нас, кто за рубежом, его доводится слышать. Прошел год, а почему российская оппозиция, даже те, кто уехал из России, ничего не может сделать? В смысле объединения, в смысле формирования какой-то достойной альтернативы нынешнему режиму. Почему белорусы смогли, а вы не смогли? Вот что вы ей на это ответили? Эта коллега знакомая, хорошая, она европейская, но если уточнить, она из Украины. Я ей ответил, что сам все время об этом думаю, и что для меня это загадка и какая-то внутренняя проблема. И мне казалось это совершенно естественным и совершенно правильным, чтобы те люди, которые уехали из России, чтобы они взяли на себя функцию голоса, политического голоса России, который может звучать здесь. Этот голос есть. Нельзя сказать, что его совершенно нет, но он скорее звучит как голос журналистики российской. И голос журналистики, голос экспертов, публичных фигур, эти голоса есть, но нет политического голоса. Нет политического голоса, и это некоторая такая какая-то беда, болезнь социальная. Как мне представляется, болезнь неумения создавать широкие коалиции. И как-то видеть их место в политической жизни, что они должны делать и для чего они нужны. Кирилл, но нет ли вот, вы говорите, что загадка, но с другой стороны, человеку, который наблюдает за политической жизнью в России еще до эмиграции, до войны даже, до перерождения путинского режима последних 12 лет, вот эта вот неспособность к объединению, это родовая черта всей политической жизни российской оппозиции. Это же происходило и в России, собственно, на протяжении всех этих всего путинского 20-летия, постсоветского 30-летия. Явлинский не может договориться с Навальным, оппозиция не может договориться, координационный совет оппозиции ничего не может сделать. Это какая-то, мне кажется, родовая травма. Ну, мы очень любим сразу говорить про родовую травму. Почему родовая травма? Во-первых, в конце 80-х, начале 90-х годов прошло века в России была создана объединенная оппозиция, которая функционировала достаточно эффективно и привела к крушению советского режима и к достаточно такому, в общем, продуктивному переходу в новое состояние страны. Была попытка формирования Коррекционного совета в 2012 году. Был Навальный вокруг, который мог создавать политические поводы и политические сюжеты, вокруг которых объединялась оппозиционно настроенное население России. И, в общем, эта проблема, она не только в России бывает, она в многих местах бывает. Поэтому я бы не сказал, что это такая родовая травма. Мы когда говорим, что это родовая травма, мы как бы сразу ставим какой-то крест такой большой. Вот родовая травма и все. Нет, это просто некоторая болезнь определенного такого-то периода социального развития, которую надо стремиться преодолеть, и когда-нибудь это получится. Возможно, не с первого раза. Ну да, родовые травмы тоже есть те, которые лечатся. Хороший хирург или ортопедия. Но, с другой стороны, я хотел сказать, что есть экономист независимый Дмитрий Некрасов. У него я прочел интересное наблюдение. Он это возводит, собственно, еще к давнему наблюдению Юрия Лотмана о том, что у России бинарная культура. Россия мыслит в черно-белом ключе. Либо ты за красных, либо ты за белых. Нет возможности третьего, выхода в третью позицию. И поэтому в России не утвердилась культура консенсуса. И вот эти разговоры о большой коалиции, скажем, о том пакте, который заключила испанская оппозиция на моменте выхода из франкизма. В России он невозможен, потому что люди мыслят в бинарных категориях уничтожения своего противника или, так сказать, конкурента. Есть ли вообще признаки возможностей в России, в политической культуре России к консенсусу? Это хорошо известная концепция. С точки зрения истории культуры она сыграла большую роль в понимании нового в русской культуре. Не думаю, что сейчас ее нам стоит принимать на веру целиком. И не думаю, что она относится к этому сюжету, потому что то, о чем мы сейчас говорим, это скорее такие социальные навыки. Социальные навыки, они очень многие у нас отсутствуют, когда мы там растем, также они отсутствуют у государства и общества, пока они не научились что-то делать. И это то, что приходит со временем. И не думаю, что здесь как-то сказывается. Безусловно, безусловно, чего мало, недостаток чего постоянно ощущается, это такой недостаток толерантности. И, да, как бы культура, я бы сказал, не культура консенсуса, а культура компромисса. Она в плохом, да, она не очень развитая эта культура. Но, опять-таки, я считаю, что это никакие, никакие там неродовые травмы, никакие-то глубинные структуры, это социальные навыки. Да. Я хочу одну вещь уточнить, действительно, просто заметить чисто лингвистически, что слово компромисс, да, вы говорите, но компромисс в русском языке, в современном русском, обладает негативными коннотациями, да, как у Довлатова. Компромисс. Пошел на компромисс с властью, пошел на компромисс с действительностью. А во многих западных языках это как раз вот то, как вы сейчас говорите, это часть политической культуры, это умение соглашаться, поступиться с собственными интересами. И вот даже как бы сам язык, лингвистика противится вот этой вот консенсусно-компромиссной культуре. Ну, нет, язык, мне кажется, опять-таки не противится, потому что, например, для меня слово компромисс, это наполнено прежде всего позитивными смыслами. Нам надо как-то устроить такой широкий опрос. Мне кажется, что, да, эта культура непримиримости, она есть, и в ней любой компромисс рассматривается как какая-то уступка, как какая-то измена себе. Это как бы это сознание, оно, эта этика, эта культура, она в определенной мере выработана как бы авторитарным режимом, причем в ней как бы авторитарный режим воспитывает в людях два максимализма. Один максимализм насилия и правоты насилия, а второй максимализм то, что как бы противостояние должно быть таким, ну, необходимо себя сохранять от какого бы то ни было взаимодействия с этим, вот такая диссидентская культура противостояния, но и у того и у другого есть свои корни, есть свой смысл, и у диссидентской культуры противостояния есть, безусловно, был свой смысл, но это как бы, ну, это нельзя его абсолютизировать, да, потому что, конечно, с точки зрения политического процесса, реальной политики, демократии, плюрализма, политического компромисса, это ключевое понятие, ключевая вещь. И, как бы, это в этом смысле, его значение этого слова, вот такое значение этого слова для нас гораздо больше важнее и актуальнее, чем вот то значение, которое возникло в диссидентской среде. Да, согласен, согласен, это гораздо шире сейчас формулируется. Кирилл, хорошо, компромисс, но тогда кого с кем? Кого с кем? Кого мы сейчас включаем в марте 2023 года в контур вот этого компромисса? В России есть какие-то силы политические? Ну, включая тех, кто сейчас сидит в тюрьме. Кто будет частью этого компромисса? Ну, во-первых, когда я писал вот о необходимости широкой коалиции, то, с чего мы начали разговор, это разговор о тех людях, которые уехали из России и которые имеют свободу высказывания. И моя идея была в том, что у них должен быть какой-то инструмент политического высказывания. Это может быть какая-то платформа, на которой подаются петиции. Это может быть какой-то орган, который будет от имени людей что-то такое вещать, какие-то политические позиции обозначать и формулировать. И он должен как бы располагать доверием, доверием, ну, скажем так, большинства тех, кто вот уехал, тех, кто оппонирует Путину. Он должен искать те формулировки, те позиции, которые являются предметом согласия в этом кругу. И вот это то, прежде всего, о чем я говорю. Это компромисс с разными группами внутри России, с разными точками зрения по поводу режима, по поводу происходящих политических событий. Это следующий этап. Его я бы хотел разделить на два этих, две этих темы, под темы. А возможно ли компромисс с теми, кто поддерживал или поддерживает войну? Я не... Сейчас, еще раз. Это значит, мы уже оставили тему объединения тех, кто уехал, и переходим к следующей теме, разговора с теми, кто в России. Да, да. На мой взгляд, это следующий, второй вопрос. Вопрос. И он как бы... Он возможен, если у нас есть... Вот ведь мы решили первый вопрос. Если мы умели создать какой-то голос другой России, которая выступает от имени оппозиции, которая формулирует взгляд на вещи оппозиционные путинскому, и у нас уже этот голос есть, тогда действительно возникает второй важный вопрос. Это вопрос о том, с кем мы говорим внутри России. И, конечно, в этом смысле вопрос, который здесь построен, возможно ли компромисс с теми, кто поддерживает войну. Во-первых, мы не очень точно знаем, кто ее поддерживает, а кто не поддерживает. И кто вынужден поддерживать, кто делает вид, что поддерживает. Так или иначе, это вот этот голос, если мы его создали, этот голос такой демократической России, антивоенной, демократической России, не приемлющая авторитаризм, который затеял эту войну, мы обращаемся к нашим согражданам внутри России и с посланием, с нашими мыслями о том, почему эта война чудовищна, почему она должна быть прекращена, как она вредит России, вредит, и, конечно, прежде всего Украине, но и России, как это она как бы увлекает Россию и российских граждан в катастрофу, в бесперспективное и ничтожное существование. И это то, что мы им должны говорить, то, что мы должны сформулировать и надеяться быть услышанными. Потому что люди в России вообще, они лишены такого голоса, у них нет такого голоса, того авторитета, который бы формулировал антивоенную позицию и связанную с ней политическую доктрину, в частности, доктрину о необходимости реальной демократии, выборов и так далее. Этот голос не звучит. И для людей очень важно наличие авторитетного голоса, который говорит те мысли, формулирует те мысли, которые человек, как бы примеряя на себя, понимает их значимость и их близость. Это так устроено политическое как бы пространство, да, там есть люди и есть голоса авторитетные, которые формулируют такие и сякие позиции. Люди могут между ними выбирать. Авторитарный режим устраивает так, что второй позиции нету и нету авторитетной группы, которая способна говорить этим голосом, формулировать эти идеологии моей доктрины. И, соответственно, медианный избиратель оказывается вот в тупике, да, потому что у него слева орет в ухо телевизор, а справа ничего нету. Понятно. Ну, то есть, да, вопрос в том, чтобы услышать, постараться услышать максимально широкий спектр голосов и постараться дать голос всем. И затем уже, то есть, сначала коалиция, потом уже, так сказать, какая-то возможная победа, а потом, возможно, люстрация тех, кто поддерживал. Но это уже какой-то совершенно далекий период, я думаю, не тема этого эфира. Если по персоналиям, видите ли вы перспективы для ФБК, для структуры Алексея Навального, да и для самого Алексея, так сказать, в следующем ионе, если он, дай бог, доживет и будет здоров, в следующей каденции политической России? Ну, опять же, мне кажется, что интереснее обсуждать нынешнюю каденцию. И в любой каденции, и если, даст бог, Навальный вдруг оказался бы на свободе, и сейчас, когда он не на свободе, это особо не меняет дело. Навальный блистательный, очень мощный политик. Он как бы всегда найдет свое место, центральное место в политической жизни России, благодаря своим политическим талантам. Но даже если представить себе Навального на свободе, или когда он был на свободе, на мой взгляд, все равно российская оппозиция была достаточно ущербна с институциональной и структурной точки зрения, потому что лидер — это хорошо, но важно и те, кто представляет собой коалицию, кто представляет себе, так сказать, коллективный голос. И это очень хорошо было устроено, и мы видели, как это работает, когда в конце 80-х, начале 19-х годов в России происходила демократическая революция. Был, например, Ельцин, и он хорошо умел разговаривать с довольно простыми людьми. У него был свой голос, такой широкий русский голос, но была и межрегиональная депутатская группа, те интеллектуалы, которые и умели обращаться к людям, публичные интеллектуалы и экономисты, политики, и одновременно умели держать повестку и формулировать задачи реформ. И именно в сочетании двух этих элементов и происходила эта революция. Ее успех заключался на том этапе, в том, что она сочетала такой довольно широкий спектр акторов, которые в ней задействованы. Если этого нету, это потом обязательно скажется плохим, потому что политиков должно быть много, авторитетов должно быть много, голоса у них должны быть разные, и они где-то соединяются, где-то расходятся, они формулируют коллективную позицию, они публично эту позицию обсуждают и шлифуют, и вот в этом есть политика. Спасибо. Кирилл Рогов с нами на связи, мы продолжим буквально через мгновение. Программа «Археология» говорим сегодня о перспективах российской оппозиции. Придет ли она из России, придет ли она из-за рубежа, почему она до сих пор не смогла сформулировать достаточно убедительные альтернативы режиму Путина. Рассуждает об этом Олег Степанов, политик и экс-координатор штаба Алексея Навального. На мой взгляд, объединение оппозиции – это некоторые совместные действия, которые разные оппозиционные силы могут вместе делать. К сожалению, сейчас у нас проблемы не столько связанные с какой-то, не знаю, ссорой, конфликтом или чем-то подобным, а просто с дефицитом этих действий. Но мы видим, что в целом все объединены в некотором общем информационном таком действии. что, наверное, каждый оппозиционный политик, активист или человек, причисляющий себя к оппозиции, все занимаются просвещением, моральной поддержкой, ну и в целом информационными каналами. Я бы не сказал, что здесь есть какой-то большой конфликт. Объединение по каким-то конкретным действиям, но оно периодически происходит. Это видно и по подписям каким-то, которые появляются под фигурантами списка 6000 ФБКшного, когда кого-то из них вносят. Мы видим это единство. Ну и в каких-то других вопросах. В общем, оппозиция периодически объединяется, периодически разъединяется, периодически уходит в свои организационные формы. Но создавать некоторый единый орган, который будет заниматься непонятно чем и непонятно для чего, на мой взгляд, это просто не имеет никакого смысла и приводит только к каким-то большим конфликтам, которые неизбежны всегда. Оргкомитет какой-нибудь, коррекционный совет, где сидят люди, которые ничем не занимаются, но только болтают между собой. Зачем это надо? Пусть каждый занимается тем, чем может, и когда может, помогает другим. Оппозиция – это те люди, которые не поддерживают Путина, и это абсолютное большинство населения. Даже если мы посмотрим на результаты вот этих сфальсифицированных сто раз выборов, которые не имеют отношения к реальному волеизъявлению людей, даже там у Путина не так много голосов, а это только в моменты выборов, да, там где-то что-то пририсовывают. На самом деле, абсолютное большинство людей не поддерживает Путина, и можно сказать, что оппозиция – это там, не знаю, сколько, там 60-70% населения. Но если мы говорим именно о каких-то политических акторах, ну, я считаю, что, конечно, политика, она происходит внутри страны, и те, кто вынужден был уехать, находятся временно в отъезде, но тоже вернутся и будут стараться сотрудничать с теми, кто в эти тяжелые времена смог страну не покинуть и тем более продолжить что-то. И при этом тоже важный момент – святое место не бывает пусто. Если у людей есть запрос, то на этот запрос находится ответ. Олег Степанов, сюжет Антона Сергеенко. А мы возвращаемся к нашему разговору с Кириллом Роговым. Кирилл, ну вот Олег Степанов, так и такую оптимистическую оценку 60-70% потенциальной оппозиции Путину. Это что, действительно так? Согласимся с этой оценкой? Ну, конечно, нет. И, конечно, это какая-то путаница в словах и мыслях, мне кажется. И тогда бы ничего бы не было. Если это 60% оппозиции, которые глубоко прячут свою оппозиционность, то это не оппозиция. И это, наоборот, те, кто участвуют в режиме, те, кто согласились с ним. Это совершенно разные политические реальности. И здесь мне показалось интересным вот это вот тоже, это представление, это какое-то проектное такое мышление. Это два тезиса о том, что вот не нужен координационный никакой совет, а нужно заниматься конкретными делами. И 60-70% и так оппозиция, они как бы в своей ошибочности друг с другом связаны. Оппозиция – это голос. Это голос, который реагирует на происходящее, который формулирует, как мы к этому относимся, как и почему мы на это смотрим, какое это имеет отношение к будущему России, какие у этого будут последствия. Вот это все часть политического процесса. Любая политическая партия занимается именно этим. Она формулирует свой взгляд по этим позициям. И это и есть ее голос. А граждане присоединяются к этой партии и к другой партии. И точно так же оппозиция должна иметь просто свой мощный коллективный голос, на мой взгляд. Это будет очень хорошо, потому что это нормально с точки зрения политического процесса. Это и есть политический процесс. Этот голос должен делать заявление по поводу текущего дела, по поводу того, что будет впереди. Эти заявления будут цитироваться медиа. Кто-то будет их обсуждать, кто-то будет соглашаться, не соглашаться. И так выстраивается это то, как выстраивается политическая повестка нормальная. И без этого мало примеров того, как иначе это может быть устроено. Может быть устроено, если есть один голос, если есть один голос, вокруг которого все консолидируются. Это хуже ситуация. Она в перспективе кризисная. Но так, что есть много маленьких проектов, а общий голос не нужен, это какое-то очень абстрактное представление о политическом процессе. Кирилл, а вот такой сложный вопрос. Должна ли оппозиция желать России поражения в войне? Подобно тому, как большевики желали поражения России в империалистической войне. Мне непонятен сам этот вопрос. Должна ли оппозиция желать поражения России в войне? Эта война несправедливая, это ошибочная война. Российская оппозиция желает, чтобы она была прекращена, чтобы российские солдаты перестали убивать украинцев, и чтобы перестали российские люди, которые мобилизуются и отправляются на фронт, чтобы они тоже перестали погибать. Вот это чего хочет российская оппозиция. Что это значит, поражение или победа? Это в смысле победа будет. А поражение – это такое специальное обострение, которое ставит неразрешимую моральную проблему, которой нету. Что такое поражение России? Ну нет, но с точки зрения Путина это отвод из Донбасса, из Крыма. И с точки зрения оппозиции это крах режима. Поражение Путина, несомненно, является целью и желанием оппозиции. Здесь не может быть двух мнений. Но это не значит, что это поражение России. Наоборот, поражение России – это когда она продолжает воевать. А когда она остановит войну, и российские солдаты вернутся на свою территорию, это не будет поражением России. Ну, мне кажется, да, что большевики тоже говорили о поражении царского режима, о поражении, так сказать, тех, кто развязал эту войну. Но вот тогда вот такой вопрос еще раз с моральной точки зрения обострить. С точки зрения программы оппозиции, должна ли она добиваться власти или справедливости и наказания военных преступлений? Вот что здесь должно быть приоритетнее? Или если для того, чтобы получить власть, необходимо, так сказать, условно говоря, там, я не знаю, договариваться с Росгвардией, там, допустим, там, ну, не совсем военными преступниками, но с военными, да, не с теми, кто принимал решения, а с командирами, с армейскими, с депутатами Госдумы. То есть где граница вот этого вот морального компромисса? Это очень хорошие и правильные вопросы. И это проблема, которая будет вставать перед оппозицией все время. И в оппозиции все время будут разные голоса, которые по-разному будут в разных ситуациях оценивать допустимый компромисс. Это, здесь нет формулы, которую можно сейчас написать на бумаге, а потом проверять в жизни, соответствует ли все этой формуле или нет. Любая оппозиция борется за власть, за реализацию своих идей, за то, чтобы получить большинство. И любая оппозиция вступает в какие-то компромиссы с какими-то, заключают коалиции в борьбе со своими главными антагонистами, сохраняют какие-то фракционность, которая потом может стать предметом, ну, как бы, ее впоследствии может быть раскол на две партии в будущем. Но сейчас ей нужно единство, потому что у нее есть какой-то главный враг. А есть враги менее значимые, с которыми можно разговаривать, с которыми можно искать точки соприкосновения. Ну, например, очевидно совершенно, что либерально настроенная оппозиционная публика в России, для нее главным врагом является Путин, но он же является врагом для многих последовательных, неприкормленных Кремлем левых в России, даже коммунистов. И это вполне может стать коалицией единой. К этой коалиции можно в какой-то момент принкнуть и часть, то есть, несомненно, когда вот успех оппозиции заключается в том моменте, когда к этой коалиции примыкает часть действующих элит. Происходит так называемый любимый журналистами раскол элит. И часть элит примыкает к оппозиции. И вот в этот момент оппозиция становится уже очень большой силой и может даже сломать голову, шею режиму и брать в глаз свои руки. Это будет довольно широкая коалиция. В ней будут разные люди, которые занимали разные позиции. Ну, в общем, да. Но и какого-то рецепта, кого-то сюда принимать, кого не принимать, нет. Ельцин был первым старином Свердловского обкома партии, потом кандидатом в члены политбюро. В какой-то момент он рассорился с Горбачевым и стал противником режима и примкнул к демократической коалиции. И это совершенно естественная вещь. Так происходят всегда политические переломы. Таким именно образом. Да. И мне кажется, вот здесь тоже очень важно подчеркнуть тот момент, что в России, исторически, возвращаясь к тому, о чем мы говорили в первой части, у образованного класса очень гипертрофирован моральный императив. Типа, я не сяду за стол с этим человеком, да. Я не буду говорить с Навальным, потому что он имперец, потому что он говорил о грузинах то, он говорил о Крыме другое, все это бутербродная тема. Я не сяду за стол с коммунистом, потому что я всю жизнь голосовал против коммунистов, я участник демодвижения 80-90-х годов. И вот эти вот моральные позиции, они каждый раз разбивали надеждой на любую протестную активность. И вот мне кажется, что нужно российской оппозиции, теми, кто хочет ей называться, как-то отставить в сторону вот эти вот моральную, ну не совсем отставить в сторону, но расставить приоритеты. Да, приоритет объединение, да, над вот этим, я не знаю, коммунисты те же, да я не знаю, там Михаил Лобанов, например, вот как бьется этот человек абсолютно, так сказать, мне кажется, это не Зюганов, это совершенно другое поколение коммунистической партии, там Кирилл Медведев. Люди, поддерживающие, так сказать, с левой стороны, которые вполне могут стать ядром вот этой вот новой большой коалиции. Да, совершенно верно, я совершенно с этим согласен. И этот вот такой диссидентский, замшелый, немножечко этот стереотип этих вот моральных предъяв, он, ну да, это из той эпохи, когда политика была невозможна, публичная политика, если говорить о диссидентских корнях этих представлений и таких позиций. И это отражает просто, ну, такую, как бы, политическую отсутствие, опять-таки, этих стилов реальной публичной политики. Но эти люди обычно имеют очень небольшой потенциал, который вот любят так рассуждать, с таким диссидентским бэкграундом. У них, в принципе, как правило, их потенциал публичности невысок. То есть они не могут рассчитывать на то, чтобы быть услышанным довольно широким кругом там сограждан. И в этом смысле для них капиталом является именно их вот эта вот частота мундира, потому что у них другого капитала не может быть, они понимают это. Мне кажется, вот так. Что ж, Кирилл, спасибо за этот разговор, спасибо за эту беседу. У нас на связи был политолог Кирилл Рогов, руководитель и основатель проекта РИ, двоеточие, Раша. А мы продолжим наш разговор через несколько мгновений. Программа «Археология» говорим сегодня о силе, а скорее всего, о слабости российской оппозиции. Разгромленная в России, она не может организоваться и за рубежом, и спустя год и месяц после начала войны так и не сформулировала достойной альтернативы режиму Путина и видение будущего России. Почему так происходит? Об этом наш корреспондент Антон Сергеенко беседует с политологом Иваном Преображенским. Я бы, в принципе, во-первых, не брал категорию российская оппозиция, потому что российская оппозиция подразумевает какую-то политическую деятельность так или иначе на территории России. Поскольку политическая деятельность, публичная на территории России, абсолютно невозможна сейчас, даже с учетом того, что остаются отдельные российские политики, российские оппозиционные, ну, точнее, противостоящие действующему режиму, российской оппозиции, как оппозиции, мне кажется, не существует сейчас. При этом есть, назовем это сопротивление Владимиру Путину, наверное, это самое точное будет определение. И я бы его немножко по-другому разделил. Мне кажется, что существуют те, кто продолжает выступать с позиции политиков. И здесь как раз оба лагеря, о которых вы говорили, представлены. Это и те, кто выступает за расчленение России, например. И те, кто выступает за построение как можно скорее прекрасной России будущего. Семя достаточно простой, которое было описано как раз организаторами конференции 24-25-го. То есть Украина выигрывает войну, российский фронт разваливается, Владимир Путин теряет власть. И лидеры российского зарубежья приезжают в Россию и в течение трех лет строят по написанным им планам прекрасную Россию будущего с значительным участием бывшего окружения Владимира Путина, которое не будет, по их мнению, иметь альтернативы, кроме как поддержать российское зарубежье в этой ситуации. Мне кажется, что это все на самом деле одна группа, которая рассуждает о именно строго политической борьбе, так или иначе рассматривает ее. А есть другая группа, это назовем так, горизонтальное гражданское общество. Значительная часть представителей российского гражданского общества, если не сказать уже больше, на самом деле покинула Россию прямо перед войной или после начала войны сразу полномасштабной. И они тоже ведут некое институционализированное строительство. Именно из этой среды, а отнюдь не из среды политиков, родилась идея о необходимости трансформации России в парламентскую республику, которую сейчас большая часть политиков поддержала. И я думаю, что эта среда в реальности является ведущей этой группы. Только процессы в ней идут значительно дольше, потому что речь идет о горизонтальных структурах, об отсутствии непосредственных лидеров, о чем западные политики постоянно спрашивают. И, кстати, стимулируют именно политиков российских, а не эту гражданскую среду. Потому что они говорят, с кем из вас надо разговаривать, кто у вас тут главный. Давайте мы сейчас с ним поговорим и все порешаем. Это был Иван Преображенский в разговоре с нашим корреспондентом Антоном Сергеенко. И также Антон записал разговор с политологом Александром Морозовым, поставив перед ним те же самые вопросы. В чем причина слабости российской оппозиции, каковы ее стратегии, каковы ее перспективы в нынешней ситуации разгрома в России и слабых попыток самоорганизации оппозиции в эмиграции? Александр, здравствуйте. 24 и 25 марта в Риге пройдет антивоенная конференция. Какие задачи сегодня ставит перед собой российская оппозиция в эмиграции? И что это? Это помощь Украине, это помощь активистам в России, это помощь российским эмигрантам. Возможно возобновление выдачи нанциновских паспортов. Я думаю, что у эмиграции, или даже точнее сказать, может быть слово эмиграции не очень точное, да, потому что речь идет скорее о таком широком зарубежном общественно-политическом движении, в котором в результате войны оказались многие ранее совершенно неполитизированные люди, но теперь они, тем не менее, внутри какой-то общественной активности находятся. Это очень широкий спектр, и мне кажется, что задачи на ближайшее время будет три основных. Первое – это, конечно, поддержка политзаключенных в России, это очевидно, поскольку политзаключенные в России, они вызывают, конечно, и мировой интерес. В этом смысле слова это важно. Во-вторых, второй момент важный, конечно, это поддержка независимых медиа и работа с независимыми медиа, потому что очевидно, что единственным каналом связи с Россией, с российской средой, да, у тех, кто какой-то общественно-политической деятельностью занимается, являются медиа. И третий важный момент, несомненный, это все то, что связано с культурными проектами, ну, просветительскими в широком смысле слова, то есть с теми культурными, образовательными проектами, в которых есть какая-то гражданская составляющая. И вот все эти три направления, они все важны и в долгосрочной перспективе, потому что мы не знаем, когда будут происходить какие-либо изменения в России, возможно, это будет не завтра и не послезавтра, но вот эти все три пункта, они сохранятся. И мы уже видим хорошо, что и в Европе многие европейские правительства и общественные деятели и политики хорошо понимают именно эти три темы. Независимые медиа, политзаключенные, а также культурные, образовательные проекты долгосрочного действия. Многие считают и называют эти форумы, и мне даже иногда кажется небезосновательно, что они превратились в бесполезную дискуссию и встречу старых друзей, коллег, соратников. Как реагировать на такое мнение? Как объяснить значимость этих мероприятий и есть ли она вообще? Я смотрю на это совершенно по-другому, потому что, да, часто можно услышать, что вот российская оппозиция, она собирается, у нее конференции, значит, а где же у нее стратегия или там как она собирается свергать режим и так далее, и так далее. Но я смотрю очень реалистично на сегодняшний момент. И считаю, что здесь надо смотреть не на результат самой конференции, а на то, что на этой конференции каждый из людей, кто там присутствует, он является довольно важным деятелем в своей сфере. И направлений этой деятельности очень много, потому что кто-то занимается там кремлевской пропагандой, да, или ее изучением, причем не просто изучением, но и работой по ее блокированию, скажем, в Европе вместе с международными организациями. Кто-то занимается исключительно помощью украинским беженцам на границе и так далее. То есть я не буду пересчитать, потому что этих активностей как бы десятки. И каждый человек, он неимоверно интересен, потому что это и судьба, и большой жизненный какой-то опыт, да, и свой собственный жизненный дальнейший план. Никто из этих людей не отступается от идеи демократизации России. Но при этом, на мой взгляд, было бы наивно считать, что вот как бы нам сейчас необходимо какое-то объединение оппозиции за рубежом, да, или там что нам необходимо выработать какую-то там конституцию для Российской Федерации. Мне кажется, это немножечко, я не против таких вещей, да, то есть я не против каких-то объединительных съездов или тем более каких-то там разработок в области конституционного права. Но считать, что вот это нас к чему-то сегодня продвигает, я бы сказал, что это, ну, романтично, слишком романтично. Потому что все-таки мы хорошо видим, что режим собирается все-таки загнивать долго. И совершенно не факт, что именно те, кто сегодня ведут против него борьбу, окажутся в первом, в первых рядах тех, кто получит какие-то полномочия в случае перехода власти или там просто каких-то реформаторских изменений в России. Поэтому я так смотрю. Большая среда, большая среда активных людей, умных, имеющих высокий профессиональный опыт, да. Там экономисты есть, есть юристы с очень большим хорошим стажем. Эти люди и их личные усилия, они очень нужны. Потому что в целом за пределами России весь этот круг людей, он как бы символизирует собой возможность другой России. Не то, что как бы Россия, другая Россия будет непременно. Мы даже не знаем, будет ли это Россия. Но тем не менее, эти люди, они являются таким важным в этом смысле слова фактором. И я считаю, что то, что, скажем, европейские депутаты, такие как Сергей Логодинский или Андрюс Кубилюс, которые публично постоянно подчеркивают, что для самой Европы очень важно, чтобы Россия в перспективе была демократической. Потому что именно это и было бы гарантией безопасности для европейских стран и для соседей. И именно поэтому надо поддерживать вот эту большую среду, это российское такое культурно-политическое, там, культурно-общественное движение. Да, я смотрю точно так же на это. Я думаю, что независимо от того, какие там ближайшие или долгосрочные перспективы, надо держать курс на то, что Россия в какой-то перспективе должна быть демократичной, демократической, должна соответствовать нормам верховенства права, демократии прав человека. И от этого всему миру было бы только... А что касается раскола в российской оппозиции? Почему она не может объединиться? Какие вообще есть силы и группы внутри нее? Некоторые радикализированы, некоторые верят прекрасно Россию в будущего. Некоторые выступают с позиции, чем хуже в России, чем хуже для граждан России в том числе, тем хуже для путинского режима. Кто-то там себя уже назначает в новое правительство и делит шкуру неубитого медведя. Есть ли этот раскол и насколько он значимый, насколько он сильный? Да, сейчас много, это правда. Сейчас, конечно, война во многом стимулировала это, потому что понятно, что война это в высокой степени кризисное, катастрофическое событие. И, конечно, она подталкивает к самым разным, да, таким как бы, ну, идейным или интеллектуальным поиском. И действительно, там сейчас активны те, кто выступает с идеей будущего распада Российской Федерации. Наоборот, активны те, кто, ну, как бы, вообще считают, что надо полностью занять позицию такой, как бы, мести России после ее возможного поражения за все то, что она сделала. Многие обсуждают сейчас, там, будущую судьбу России с точки зрения, там, не знаю, опыта послевоенной Германии и так далее, и так далее. Здесь много, много разных действительно идей вокруг этого. Но я бы сказал так, что сейчас скорее можно так сказать, что, на мой взгляд, война настолько радикальное событие, что она просто перевернула всю страницу, так сказать, как бы, всего предыдущего этапа. Вот, может быть, была российская оппозиция от 10-го, там, скажем, года и до 22-го. И она находила какие-то формы работы и в России, то есть, там, умное голосование, муниципальные выборы и так далее, и так далее. Но после обнуления в 20-м году, а тем более после войны, вот все это в прошлом. Вот просто говоря, все старые стратегии, все старые возможности. И вместо этого перед нами совершенно уже не оппозиция в старом смысле. А вот, как я и говорю, такое широкое общественное движение, куда вот входит с одной стороны Земфира с монеточкой, как бы, а с другой стороны, там, там, биолог знаменитый американский Евгений Кунин, который тоже занимается поддержкой российских ученых, сейчас бегущих у страны. И, но сюда же входят и те, кто, там, проводят съезды, там, скажем, уехавших депутатов разных уровней. То есть, масса инициатив разного уровня. У нас открываются сейчас и новые книжные магазины русские в разных странах из-за этого, а при них и клубы. Возникают, как бы, театральные проекты. Вот все это очень большая среда. Она новая. Вот, я бы сказал так, что в этой среде нет никакого раскола. Вот в этой широкой среде. Есть, вот это, есть такие старые конфликты, вот в этой старой оппозиции. Мы привыкли бесконечно там сводить счеты с яблоком. Говорить о том, что ФБК и люди Навального неохотно идут на какие-то объединительные там формы вместе с другими оппозиционными группами. На мой взгляд, все это просто уже в прошлом. Вот вся эта тематика. Потому что впереди нас ждет вот оформление вот этого уже военного периода. Оформление общественного движения военного периода. Это очень интересно, потому что здесь выросла роль совершенно новых организаций. Там, молодежное движение «Весна» гораздо заметнее, чем было. Феминистское движение. ФАС, да, как бы превратилось в большую сетевую структуру в разных городах. И так далее, и так далее. Перечень может быть очень большой этих новых, новых совершенно таких поднявшихся уже во время войны явлений, где, конечно, уже лидерами являются гораздо более молодые люди, чем те, кто возглавляет оппозицию. Вот все те, кто были спикерами оппозиции вот в этот исторический период между, условно говоря, там, началом болотного процесса, да, как бы, то есть выборов 50-го года и войной. Вот, кстати, к вопросу оформления. Что мы можем сказать о санкционных списках? Насколько они работают? Насколько к ним прислушиваются политики на Западе? Насколько вообще стоит дальше продвигать эту практику? Санкционные списки, безусловно, работают. Хотя сейчас и раздаются голоса о том, что надо, ну, как бы, предложить какой-то, какой-то, в какую-то стратегию, экзит-стратегию, то есть стратегию выхода из-под санкций, да, для кого-то. Но я хочу подчеркнуть здесь, что мы исходим все из мыслей, что те люди, которые попали под санкции, включая там бизнесменов из списка Forbes или каких-то гражданских администраторов. Ведь дело не в том, чтобы человек принял решение изменить позицию, так сказать, как осел, перед которым повесили морковку. Мы же говорим о людях очень, как бы, крупных. Мы предполагаем, что они собираются изменить свою позицию или выявить свою позицию. Не потому, что им предложили выйти из-под санкций, а потому, что они осознают свою историческую ответственность за будущее, там, и России, и за будущее в целом, как бы, за глобальную ситуацию, за прекращение войны, наконец, и так далее, и так далее. То есть, если мы говорим о совершеннолетних, в кантовском смысле слова, людях, о взрослых людях, да, которые, там, 30 лет чем-то занимались и построили свои бизнесы, то, конечно, было бы наивно считать, что простимулировать их можно, как, изменения, там, или вызвать раскол отмены каких-то санкций. Поэтому я так смотрю на это. Санкции очень важны. Больше того, они сейчас перешли, ведь, как бы, на наших глазах на новый уровень. У нас есть список, санкционный список, а теперь и список будущих фигурантов Международного уголовного суда. И теперь, так сказать, в папке Международного уголовного суда будут перетекать потихоньку те лица из санкционных списков, о которых можно будет точно утверждать, что они имеют прямое отношение к развязыванию войны агрессивной, да, а тем самым и к военным преступлениям, которые совершены в ходе этой войны. Это очень важный процесс. Поэтому я думаю так, раскол элит в России, возможно ли он? Да, я считаю, что он возможен, но он возможен как следствие того, что выявится там группа какая-то, обладающая опытом и влиянием, которая скажет себе, что если мы сейчас не сделаем каких-то шагов, публичных шагов, открытых шагов, да, шагов не на уровне какой-то тайной дипломатии, да, если мы не сделаем таких шагов, то никакого будущего в России не будет. Она будет раздавлена, да, и все наши усилия погибнут. Вот такой вариант раскол элит, конечно, он как бы представляет интерес. А раскол элит на уровне того, что отдельный предприниматель или отдельный гражданский администратор как бы добился с помощью юристов отмены санкций против себя лично, это, собственно говоря, не создает никакой новой возможности. Александр, спасибо вам большое. Это был Александр Морозов в разговоре с нашим корреспондентом Антоном Сергеенко. А я хочу в завершении этой программы вспомнить Глеба Павловского, недавно умершего, ушедшего Глеба Павловского. Частого гостя этой программы и в Москве, и после уже по Zoom, по Skype, уже после нашего отъезда. Он оставался в России до самого своего ухода, до самой смерти. Мы с ним говорили в этой программе. И вы знаете, по-разному можно относиться к Глебу и действительно велика его роль и ответственность за формирование той политической системы, которая установилась в России. Он с себя эту ответственность не снимал и молча сносил всю ту критику, которая раздавалась в его адрес. Но тем не менее он был очень внимательным наблюдателем и комментатором политической жизни в России. Я хочу вспомнить его последнюю книгу под названием «Слабые». Это история российского демократического движения 80-х, начала 90-х годов. И он задается вопросом, почему российские демократы в тот момент упустили историческую альтернативу, формирование альтернативной политической реальности. И он на полях этой книги, вернее, эта книга является комментарием на полях писем Николая Бухарина. Представьте себе, Бухарин, арестованный, уже фактически приговоренный, из стен тюремной камеры пишет письма Сталину, которые, смеясь, читает, конечно, сам Берия. И вот эта вот идея российской оппозиции, российского интеллектуала, который все-таки продолжает, раздавленный, разгромленный, продолжает писать письма вождю, заставила его сформулировать вот эту вот концепцию слабых. Российская оппозиция как слабые. Так вот, в завершении этого эфира я хочу сказать, что сейчас тот исторический момент, когда российская оппозиция, когда люди, которые чувствуют в себе моральные, физические, политические, гражданские силы противопоставить себя этой войне, противопоставить себя режиму Путина, должны доказать, что они не слабые. Это очередной шанс для России сформулировать историческую альтернативу и попытаться вытащить ее из той трясины, из той бездны, которой она оказалась. Это была программа «Археология». Меня зовут Сергей Медведев. Оставайтесь с нами. Радио «Свобода» и телеканал «Настоящее время». Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова